Привет, меня зовут Даша. Ты наверно удивляешься, что я в таком странном виде все объяснила, спокойствие только спокойствие. Дело в том, что прекрасная девушка по имени Настя. Ссылку на ее канал я оставлю в инфобаре. Придумала новогодний тег. Вообще, я не любительница тегов, как я уже оторвала сказала. И вообще, я не любительница тегов, которые другие делают видеоблогеры на ютубе. Но мимо этого я не смогла пройти. Это новогодний тег. Так что сейчас отвечу на парочку каверзных, ну или не совсем, вопросов. Итак, начнем. Да, это моя святая обязанность. Этим занимаюсь только я. Больше я никого к этому и не подпущу. Да, никому это и не надо. Как бы, я всегда украшала только главную комнату, где у нас стоит елка обычно. Ну, в последние годы четыре я украшаю вообще всю квартиру. Как правило, уже в самые последние дни, буквально там, 29-30 числа, в один год даже 31 числа днем, донаряживала последние, как сказать, штрихи наводила. Но в этом году я постараюсь пораньше. Для меня Новый год – это, в первую очередь, ожидание Нового года. Потому что, когда он уже наступает, конечно, все здорово, вкусная еда, потрясающие подарки, фейерверк, эмоции. Но это все очень быстро проходит. И зато, когда ты ждешь Нового года, ждешь его целый месяц, ты сидишь в ожидании, в трепещении. Мы пытались вести европейскую традицию класть подарки под елку, типа они от Деда Мороза, но как-то она у нас не прижилась сидим, потому что она европейская. Поэтому мы вручаем лично, но благодаря выдумке этой определенной слуги это превратилось в уникальный процесс. Мама надевает свои банны, красный халат, надевает колпак. И мы покупаем конфетти, но не обычные, там какие-то цветные бумажки, а вот именно такие с блестками. И при вручении подарка, надо, кстати, рассказать там стишок, песенку, тост, что-то такое вообще, станцевать, я обычно танцую. Мама, которую мы в эту ночь называем бабушкой Мороз, спрашиваю, чего ты хочешь, и, значит, ну, человек отвечает, она посыпает блестками, говорит, что вот это волшебное пыльцо, ну, в общем, мы обыгрываем эту ситуацию. Мне это, кажется, даже лучше, чем просто положить подарку под елку и так далее. Тут даже, наверное, дело не в предпочтениях. У меня нет друзей. Я в этом как Кэти Клэп. Поэтому у меня просто не остается выбора, но, должна заметить, если бы они у меня были, я бы все равно праздновала Новый год только с семьей, потому что я всегда считала этот праздник семейным. И вот, а с друзьями я бы праздновала там первого, там, ну, не знаю, или дело бы как мой брат. Он приезжает в полуночи, с нами там и шампанское выпьет, петарду запустит, подарок свой получит и уезжает к друзьям. То есть все равно сам-то Новый год вот с нами проводит. Вот и сейчас я объясню маскараду. Я пытаюсь вести в семью уже не первый год манеру вести какие-то элементы маскараду, то есть не обязательно полностью там переодеваться, да, в кого-то. Ну, хотя бы что-то вот такое на голову надеть. Вот, ну. Так вот играемся только мы с мамой. Значит, няня, так и называя тетю, только мишеру на себя надевает. Мужики же нашей семьи, то есть мой двугородный брат и его отец, они всячески отказываются делать что-то подобное, поэтому, ну, вот. А я как-то вот всегда, и мама всегда. Так, теперь, еще на традиции я слышала, не все ждут полуночи. Как бы у нас это святое. Всегда мы доживаем до полуночи, хотя у меня няня, она очень такая сурок. Она готова заснуть в любое время суток, в любом положении, стоя, сидя, оперевшись на стену. Она сможет заснуть, то есть она к нам приезжает вечером, часов шесть. Просыпается в девять, не провожаем старый год, она снова засыпаем, мы ее будем без пятнадцать-двенадцать, и начинается, вот, собственно, Новый год. Вот еще одна традиция, моя бабушка, ой, моя бабушка, моя мама, бабушка Мороз выступает в твой день, вот, то есть у нас обыгрывается эта ситуация. Ну и, пожалуй, все. Больше тут традиций нет. Кстати, я больная на эту тему, поэтому, пожалуйста, оставь мне в комментариях, есть ли какие-то традиции у тебя в семье касаемо Нового года, потому что мне хочется ввести какие-то традиции интересные, а не просто выпить шампанское, а пойти спать, да, после полуночи. Поэтому я с удовольствием почитаю все комментарии. Пожалуйста, ну, оставь. Селедка под шубой. Много вослицательных знаков. Очень много вослицательных знаков. Новый год без селедки под шубой. Это... Личный дневник. Заинтригованно. Объясню. Я уже, наверное, большую часть жизни, наверное, класса с пятого, а школа подзакончила приличное лет тому назад. Я веду личные дневники. И у меня традиция... Традиция. Значит, 3-го декабря я заканчиваю старый дневник, старую тетрадь. И 1-го дневника. И 1-го дневника я начинаю новую. У меня есть манера записывать личный дневник, стихи, которые мне понравились, которые я хотела бы знать наизусть. Какие-то интересные афоризмы, основные афоризмы. Рецепты еды, рецепты красоты. И 1-го дневника я занималась тем, что я все это дело переписывала в новую тетрадку. Это занимает несколько часов. Кстати, если тебе интересно, в этом году у меня был вот такой блокнот, то есть он магнитной подложки, наверное, это называется, что мне безумно нравится. Я обожаю магнитные застежки. И такая вот закладочка. Покупала в красном кубе за что-то там, не помню уже сколько, дело было год назад. Так что 1 января это все-таки для меня личный дневник. И доедание остатков вкусностей. Ну почти. Если мы выходим на балкон и оттуда пускаем фейерверки, это считается? Если да, то да. Ты сейчас удивишься. Кассетный видеоплеер, который не диски воспроизводит, не DVD, а которые кассеты. Дело в том, что я человек очень-очень такой проницательный. Что касается подарков, мне даже и намекать не надо. Я всегда догадываюсь, что мне подарят. это был тот редкий, уникальный, просто вошедший в историю случай, когда я даже и задним умом подумать не могла. Я, когда его увидела, у меня выпутили глаза, отвисла челюсть, выпал глаз, один, левый. И настала не минута молчания, наверное, 15 минут молчания в силу отвисшей челюсти, из-за чего я не могла разговаривать. А, да, еще и до радиочи лишилась. Лишилась. Вот, так что я тот год не забуду никогда. Вот. На этом мой список вопросов закончился. Снимать тоже такое видео, которое придумала замечательная девушка на арте. мне будет интересно посмотреть и ставить видео ответ. И пока и а, да, пожелание. Я желаю тебе вдохновения при украшении квартиры готовки к Новому году. Пока. до свидания. пока. Продолжение следует...